Быть или не быть? Этот вопрос мучил еще классиков литературы. С тех пор прошло уже много веков, а свою актуальность он не теряет и в наши дни. Активные горожане, представители Чувашской епархии, главный архитектор города Чебоксары и все, кому не безразлична судьба сквера имени Чапаева, собрались на общественное обсуждение. Горячей темой стало предполагаемое строительство на его территории православного храма. Проекта церкви пока нет, как нет официальных документов и решений администрации по поводу строительства. Нарисован только примерный эскиз. Предполагается, что наверху будет находиться сам храм, а внизу подсобные помещения. Это не эскизный проект, который точно будет, потому что работа будет вестись по образу храма специально. Мы взяли один из храмов, который мы проектировали и даже который строится. Я не буду называть где. Обсудить, быть ли православному храму на территории сквера Чапаева, собрались как активная молодежь, среди которых блогеры и журналисты, студенты и школьники, так и более старшее поколение горожан. В большинстве своем высказывались против строительства храма на территории сквера. Против оказалась и директор школы номер 10. Ее поддержали учителя и родители. Их основные аргументы – возле храма будет много попрошаек цыган. Для школьников это не лучшее соседство. По их мнению, в этом месте было бы полезнее построить что-то для детей. Я не против того, чтобы строились храмы. Но почему-то никто из здесь присутствующих даже не подумал о детях. Все говорили о туристах, о том, что количество их увеличится. Это опять идет материальный вопрос. Я за то, чтобы здесь построили дом детского творчества. А вот представители музея Чапаева, заведующий Денис Ситрайкин и старший научный сотрудник Валентина Бровченкова высказались «за». Многим присутствующим это показалось странным и непонятным. Ведь храм нарушает комплекс сквера и музея. Но их аргументы – новая церковь органично впишется в существующий ансамбль. И станет точкой примирения сторон гражданской войны и монумента памяти всех воинов, сражавшихся за отчизну. Мое глубочайшее убеждение, что храм здесь нужен. Всех людей нужно объединить. Каким образом должна быть часовня, которая несла бы идею примирения и согласия? Собравшихся интересовал и вопрос финансирования строительства храма, если такое решение все же будет принято. Противники строительства храма в сквере Чапаева пытались сказать, что лучше бы на эти деньги построили детские сады, которых так не хватает. На что от представителей епархии последовал четкий ответ. Деньги из бюджета на строительство церкви не выделяются. Православные объекты возводятся исключительно на пожертвования добровольцев. А главный архитектор города Александр Шевлягин, подводя итоги обсуждения, отметил, что окончательное решение будет принято главой администрации города. Следующий этап это уже будет проектная смертная документация, которая будет соответствовать конкурсу или еще что-то. Она будет проходить градостроительный совет, будет проходить публичный слушатель, так как у нас сегодня территориальная зона, здесь скверов, садов, которые не предусматривают строительство консенсиальных сооружений. То есть это еще только самый первый этап. И поэтому администрация поставила цель узнать мнение горожан. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.